Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в неделю перед Богоявлением празднуется Собор 70 апостолов. В памяти которых за богослужением предлагается отрывок из Евангелия от Луки, глава 10, стихи с 1 по 15, а также чтение предпразднства Евангелия от Марка, глава 1, стихи с 1 по 8. Послушаем данный евангельский отрывок на церковно-славянском языке. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, якоже исписанного пророциях, Сеас посылаю ангела моего пред лицем Твоим, и же уготовит путь Твою пред Тобою. Глаз вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правый творитель сези Его. Бысти, Иоанн, крестяй в пустыне, и проповедуй крещение покаяния во отпущение грехов, и исхождаши к нему вся иудейская страна, и Иерусалимляне, и крещахуся в сива и ордане реце от него, исповедующий грехи своя. Беже Иоанн оболчен в ласи в льблужди, и поясу смен очреслег его, и еды акриды и меддиви, и проповедуши глаголя, грядет креплей мене во след мене, Ему же несем достоин, преклонься, разрешите ремень сапог Его, а с оба крестих вы водою, той же крестит вы Духом Святым. Прочитаем этот текст в русском переводе. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедую крещение, покаяние, для прощения грехов. «И выходили к Нему вся страна иудейская и Иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордания, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за Мною сильнейший Меня, у Которого Я, недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Во времена первых христиан книги писались на свитках, а поэтому начало текста должно было четко указывать на содержание того или иного манускрипта. Евангелист Марк начинает свое повествование с надписания, которое указывает на содержание книги «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Далее апостол Марк начинает само повествование и ведет его издалека, не с рождения Иисуса Христа и даже не с описания Иоанна Крестителя в пустыне. Он начинает Евангелие с видений древних пророков, другими словами, с глубокой древности. Приведенная Евангелистом Марком цитата из пророков многозначительно. «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это слова из книги пророка Малахии, которые звучат как угроза. Во времена Малахии священники плохо исполняли свои обязанности, приносили в жертву второсортных животных с физическими недостатками и смотрели на службу в храме как на скучную обязанность. Посланник Божий должен был очистить богослужение в храме, прежде чем на землю придет помазанник Божий. Иными словами, исправить основу религиозной жизни перед пришествием Христа. Далее Евангелист приводит слова пророка Исаии. «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В прямом смысле речь шла о посланниках любого восточного правителя, которому предшествовали послы, провозглашая приход Господина. Также их обязанностью было приготовление пути, по которому путешествовал царь и его свита. Они разбирали каменные завалы или, наоборот, засыпали дорожные ямы. В переносном, духовном, нравственном смысле это требование по толкованию блаженного Иеронима означало, чтобы мы делали для Бога прямыми пути и стези в сердцах наших, и наполнялись добродетелями, и принижались смирением, чтобы кривое мы изменяли в прямое, жестокое превращали в нежное, и таким образом делались достойными видеть славу Господню и спасение Божие. Именно после ветхозаветных пророчеств евангелист Марк описывает Иоанна Крестителя, который носил грубую одежду и жил в иудейской пустыне на западном побережье Иордана, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иудеи были знакомы с ритуальными омовениями. Они подробно описаны с 10 по 15 главу книги Левит. Символические очищения водой составляли неотъемлемую часть иудейского обряда. Когда язычник становился празелитом, то есть обращался в иудейскую веру, он должен был пройти три ритуала. Во-первых, подвергнуться обрезанию. Во-вторых, за него должна была быть принесена очистительная жертва. И в-третьих, он должен был принять крещение, что символизировало очищение его от всякой скверны прошлой жизни. Совершенно естественно поэтому, что крещение не было просто окроплением, а погружением всего человека в воду. Иоанн же предлагал крещение всем иудеям, а не только уверовавшим язычникам. Призыв Иоанна предтечи говорил о том, что быть иудеем по происхождению еще не значит быть членом избранного Богом народа. Иудей может оказаться как раз в том же положении, что и язычник. Богу нужен не иудейский образ жизни, а жизнь, исполненная рассуждения и покаяния. О том, что есть покаяние, святитель Игнатий Бринчанинов лаконично говорит, что это значит сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои и уже более не возвращаться к ним. В греческом тексте употребляется слово метаноя, которое переводится как покаяние, но точное значение этого слова имеет более глубокий смысл – перемена ума, переосмысление. Иоанн Креститель требовал от приходящих к нему людей не извинений Богу за совершенные поступки, а реальное осмысление своей прежней жизни и изменение ее качества. Для нас, дорогие братья и сестры, сегодня актуально звучит проповедь предтечи. Мы также призваны исправлять свою жизнь покаянием, замещая наши грехи и страсти благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...